Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В Новый год с новым бюджетом. Чудо где-то рядом. Анапские танцоры подарили зрителям новогоднюю сказку. На Кубани создали электронную информационную продовольственную площадку «Краснодар Агро». Презентация проекта состоится завтра в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. С помощью ресурса «Краснодар Агро» потребители смогут без посредников общаться с производителями сельскохозяйственной продукции. Поставщиков, представленных на электронной площадке, будут выбирать по нескольким критериям. Они должны соответствовать требованиям по ассортименту, цене, качеству продукции, логистике и документу обороту. И теперь к новостям курорта. На очередной четвертой сессии Совета муниципального образования депутаты обсудили 12 вопросов. В работе принял участие глава муниципального образования Сергей Сергеев. Предварило сессионное заседание собрания членов фракции партии «Единая Россия» в Совете. Руководитель фракции Леонид Кочетов выступил перед однопартийцами с докладом о задачах членов фракции по изучению и выполнению послания президента Российской Федерации Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. Единороссы также обсудили вопрос о приоритетах социально-экономического развития муниципального образования на 2016 год. Утвердили графики приема граждан в предстоящем полугодии. В ходе сессии депутаты обсудили 12 вопросов. Утверждены изменения структуры администрации курорта, изменения в действующие решения Совета о муниципальной службе в муниципальном образовании и в положении об управлении ЖКХ. Депутаты утвердили индикативный план социально-экономического развития Анапы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также бюджет на будущий год. Их проекты прошли через процедуру публичных слушаний. Бюджет сохранил социальную направленность. Также утвержден прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2016 год. Депутаты заслушали отчет администрации о состоянии зеленых зон и обсудили мероприятия об их сохранении и развитии на территории курорта. До Нового года остались считанные дни. Согласно опросу в ЦИОМ, удачным для себя и своей семьи 2015 год назвали 52% россиян против 59% в прошлом году. Трудности преобладали в жизни 47% опрошенных при 39% в 2014 году. В хорошем расположении духа в преддверии 2016 года пребывает 41% опрошенных. Еще 43% не испытывают ни горе, ни радости. И только 14% настроены пессимистично и признаются, что не ждут от будущего ничего хорошего. О том, что для России этот год был в целом благоприятным, сказали 22%, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 36%. Опрос провели 19 и 20 декабря в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, сообщает пресс-служба в ЦИОМ. О том, что же запомнилось в уходящем году и чего анапчане и гости нашего города ждут в наступающем году, выясняла наша съемочная группа. Я довольна, что этот год был удачный для меня, все хорошо. И всем желаю тоже в будущем новом году, у кого нет работы, найти ее все-таки. Потому что в нашей жизни работать, зарабатывать денежку, это, к сожалению, самое главное. Ну, у меня ребенок пошел на плавание, вот, и выступает хорошо, занимает первые места, и для меня это очень приятно. Хочется, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы у всех все получалось, чтобы какие-то самые-самые заветные желания исполнялись. Запомнился, скорее, падением рубля очередным, дальше кризисом и прочим. То есть никаких хороших воспоминаний. Надеюсь, все, что могу сказать, то, что 2016 будет гораздо лучше, чем 2015. Надеемся и верим. У нас родился пятый внук, да. Назвали мы его Марком, поэтому для нас дети – это самое важное. Счастье, чтобы дети росли здоровыми, и чтобы мир на земле был, это самое главное. Мы оптимисты, мы все воспринимаем положительно. Пожелания всем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, добра. В этом году получилось к нам приехать к вам сюда в гости. Мы приехали из Тамбовской области. Всем благополучия желаем, семейного. Счастья, здоровья, главное – здоровья. Будет здоровье – и все будет. Для меня этот год был очень особенный, потому что у меня был большой карьерный рост. Я много путешествовала, бывала в Анапе, в Сочи. Все хорошо в семье, с учебой. Поэтому для меня этот год был очень счастливым. И надеюсь, следующий будет не менее. Для меня он был очень знаменателен, потому что мы переехали из Хабаровска жить в Анапу. Еще у нее внучка родилась третьей. Поэтому очень знаменателен. Хотела пожелать вам молодым удачи в ваших делах, чтобы у вас была работа, чтобы ваши мечты исполнялись. Поменял работу на более хорошую, удобную, приятную. Жить стало лучше, зарабатывать больше. Чтобы не боялись начинать что-то новое. Ну и в общем благополучие. Чтобы все было хорошо. Пришла пора новогодних сказок. В городском театре стартовал сезон новогодних концертов и спектаклей для детей. При полном аншлаге прошел сольный концерт «Чудо где-то рядом» танцевального клуба в сети «Джаз». На сцене любимые артисты. Около двухсот танцоров подарили зрителям потрясающее шоу с динамичными номерами и захватывающей хореографией. Танцевальный клуб «Сити Джаз» – один из самых знаменитых и титулованных в Анапе. Высокий уровень мастерства его воспитанников позволяет клубу становиться лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Каждый год его участники поражают зрителя новыми яркими и сложными выступлениями. И, конечно, новыми интересными программами. Чудесная сказка от «Сити Джаза» подарила новогоднее настроение и детям, и взрослым. В Абинске завершился открытый российский турнир по танцевальному спорту «Викар Табинск-2015». В числе участников были и представители ансамбля спортивных бальных танцев «Альянс» и «Эврик» из Анапы. Ансамбль «Альянс» стал обладателем двух дипломов за второе место в различных номинациях. А участники «Эврики» Виолетта Рощина и Иван Скопинцев завоевали сразу четыре диплома в различных программах. Диплом за первое место, два диплома за второе место, один за третье место. Первое место в категории «Дети-2» с сольными танцами также занял участник «Эврики» Эдуард Чехлатов. А мы продолжаем новогоднюю рубрику. Известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим Новым годом. Поддерживаем праздничное настроение. Дорогие друзья, накануне наступающего Нового года хочу пожелать вам таких простых, но важных для каждого вещей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям. Пусть все проблемы останутся в уходящем году, а в 2016-м ваши мечты обязательно сбудутся. С Новым годом! Движение общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения на территории Анапы в новогоднюю ночь будет осуществляться до 3 часов ночи. 6 января – до 24 часов. В остальные дни в соответствии с утвержденным расписанием движения на осенний-зимний период. Отделения почтовой связи в период новогодних и рождественских праздников будут работать 31 декабря и 6 января по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час. 1, 2 и 7 января – выходные дни. В остальные дни – по установленному режиму работы. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 25 декабря в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 5-7 градусов. Ночью до 6 градусов тепла. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Спешите только до 31 декабря 2015 года. «Меркурий-2» проводит акцию «Снежная». Квартиры с видом на море со снежной скидкой – 1000 рублей с квадратного метра. В «Снежной» акции участвуют квартиры с 9 этажа и выше. Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2». В курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка. 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 Рассрочка.